Уже в скором времени за этим забором на фонтане могут появиться два 32-этажных здания с развернутой инфраструктурой. Но многие специалисты опасаются за сейсмическую безопасность и устойчивость грунтов. Инженер-конструктор Наталья Петропавловская такое строительство называет авантюрой. Практически вся территория Одессы имеет высокий уровень грунтовых вод, рассказывает руководитель общественной организации «Защитим Одессу вместе». А это 8 баллов сейсмичности. Здесь глубина заложения фундамента играет роль, играет роль геологии, играет роль рядом стоящие дома и состояния. Это все учитывается в расчете. Но повысить на 8 этажей, ну это абсолютно невозможно, понимаешь. Если это кто-то берется это делать, то это, конечно, коррупционная авантюра. Территория, на которой планируется строительство двух 32-этажных строений, имеет 7 баллов сейсмичности, что, согласно нормативам, позволяет строительство в 24 этажа. Здесь также необходимо учитывать и состояние грунтов. Одесса по нормативам 7-бальная сейсмичность так, а с учетом грунтовых условий, но это необходимо выполнять специальные исследования, происходит так называемое приращение сейсмичности. И может уровень сейсмичности достигать 8 баллов. Архитекторы разработчик проекта Николай Базан парирует. Данная территория ограничена только безопасностью полетов. Высота до 150 метров. 24 этажа приняты из учета высоты этажа 4 метра. То есть по тексту везде фигурирует этажность в скобочках высота здания, поскольку для сейсмики важна высота здания, не столько этажность. А если мы сделаем высоту этажа не 4 метра, а 3 метра, то у нас будет 32 этажа. Проектирование зданий этажностью более, чем указано в таблице, допускается на основании обоснования согласованного с регулирующими органами Украины по строительству в условиях сейсмики. Кроме того, говорит Николай Базан, данный район будет полностью обеспечен инфраструктурой. Ряд улиц планируется расширить, а все нормы строительства соблюдены в полном объеме. И подчеркивает, на сегодняшний день утверждена только градостроительная документация.